Вот уже более пяти лет всеукраинская платформа «Женщины за мир» является основной движущей силой в нашей стране в вопросах, касающихся защиты детства и материнства, установления мира, социальной защиты граждан. По неизменной традиции участники платформы ежегодно собираются в Одесской юрокадемии, чтобы обсудить проблемы, продиктованные временем, и выработать механизмы их решения. Собравшихся на форуме гостей приветствовал президент вуза Сергей Кивалов. Первое организационное заседание «Женщины за мир» проходило именно в стенах Национального университета Одесской юридической академии. И все законопроекты, Наталья Юрьевна, я вам хочу сказать, что которые идут за вашей подписью, связанные с материнством, связанные с другими вопросами, они профессионально подготовлены. На протяжении всего времени, что национальная платформа «Женщины за мир» проводит собрание в Одессе, не было такого случая, чтобы форум не принес результат. Центр юридической науки активно помогает участникам платформы в подготовке необходимых законопроектов, способных менять жизнь к лучшему. Когда женщины берутся за дело, когда женщины хотят решить тот или иной вопрос, он обязательно получится. Я считаю, что вот это движение женское, которое создано здесь, особенно успешно работает в нашей области. Я вижу это, и не только я, и многие другие. И, наверное, не случайно вы проводите именно в городе Героя Одессы, именно у нас, в стенах нашего университета. Мы бесконечно благодарны Сергею Васильевичу Кивалову, Одесской юридической академии, потому что на протяжении уже многих-многих лет именно Одесская юридическая академия стала альмаматором нашей национальной платформы «Женщины за мир». Сегодня Сергей Васильевич Кивалов очень хорошо сказал, почему успешная Одесская юридическая академия – это первая и единственная академия, созданная за 30 лет независимости Украины. Это потому что в коллективе и в руководящем, и в преподавательском составе больше всего женщин. И это успех и результат деятельности. Поэтому благодаря поддержке Сергея Васильевича Кивалову мы вместе делаем большое, нужное и очень важное сегодня дело в нашей стране. Мы объединяем усилия, чтобы вернуть мир в Украину, защитить людей и чтобы наша страна была сильной, процветающей. Проблематика, которая рассматривается на форуме, перекликается с повесткой дня. Полтора года пандемия диктует Украине и всему миру свои условия, под которые необходимо подстраиваться. Задача власти – убеждены гости форума – помочь гражданам Украины наиболее безболезненно пережить и без того непростое время. Государство может и должно проявлять более активную заботу как о медиках, так и о социально незащищенных категориях граждан, страдающих в период пандемии едва ли не сильнее остальных. Принято решение женщин, что мы обращаемся в правительство, в парламент с требованием, конечно, сегодня принять все необходимые решения по борьбе с коронавирусом, поддержке наших медицинских учреждений, конечно, медицинского персонала, врачей. И, конечно, это и заработные платы, и медпрепараты. Потому что сегодня медицина находится в крайне критическом положении. Это первый блок. Второй блок, конечно, нас волнует – это пенсионное обеспечение. Потому что 7 лет не индексируется пенсия в Украине, а если индексируется на копейки, это нарушает и законы, и Конституцию. Ну и, конечно, третий блок, это нас не может не волновать – это тарифы, это субсидии. Это сегодня кризис в энергетике. И здесь мы прописали алгоритм, как сегодня людям дать доступ к субсидиям, как сегодня реструктуризировать задолженность, как нормализировать тарифы. То есть здесь наши женщины, они мудрые, они умные, не знают, как это сделать. Все эти проекты будут зарегистрированы в парламенте. И, конечно, вместе будем бороться, чтобы добиться результата. Ирина – многодетная мама. Сегодня у них уже 10 детей в семье. Говорит, что с трудностями сталкивается довольно часто. Ведь обеспечить всех хорошим образованием в нашей стране довольно непросто. Основные сложности начались с приходом дистанционного образования. Заседание совета матерей не пропускает. Сегодня пришла со своим двухмесячным ребенком. У нас 10 деток, старшему 21 год, а вот самого маленького 2,5 месяца. Оставить его пока что, к сожалению, нельзя, поэтому пришли с ним, потому что не хочется пропускать, очень хочется участвовать, понимать, принимать какое-то участие. На самом деле проблем, конечно, много. Проблемы у нас в первой стране сейчас, да, очень тяжелые времена. И для детей так же самое. Есть проблема в обучении сейчас, в первую очередь, да, то есть это онлайн-обучение. Наши детки только учатся этому. Им очень сложно. Хочется как-то это улучшить, чтобы это было более доступно для них. Тут збираются очень активные женщины из разных сфер действий. И тематика моя актуальна – это дети. Сегодня было много выступов на тему социального защиту, поэтому я считаю, что наши пропозиции для того, как изменять в государстве на законодательном уровне, вносить изменения в законодательстве, это очень хорошая инициатива. И поэтому такая платформа, которая создана в Одессе, и «Женки за мир», и «Материй Одесщины» – это очень хорошая инициатива. Поэтому я пытаюсь всегда принимать участие в таких заходах. У платформы «Женщины за мир» нет границ или искусственно созданных барьеров. На форум в Одессе приезжают со всех уголков нашего региона. Как правило, здесь слушают и слышат проблемы каждой семьи. Что особенно важно в приоритете работы платформы – индивидуальный подход в решении вопроса. Я очень рада, что мы сегодня здесь встретились. Здесь присутствовали представительницы совершенно с разных точек нашей Одесского региона. Это и Беляевка, и Риней, и Белгород, и Южный. И даже наши маленькие депутаты районных и селищных советов тоже приехали к нам сюда. Это очень важно, что мы приходим к каждому, мы стучимся к каждому, и мы говорим о том, что женщины должны объединиться и слышать друг друга. Представители духовенства, в частности Одесской епархии, регулярные гости на таких форумах. На протяжении многих лет настоятельница свято-архангела Михайловского женского монастыря Игумения Серафима сама помогает семьям, которые попали в затруднительную ситуацию. «Снова наша национальная юридическая академия стала общенациональной общественной площадкой, где обсуждаются такие важные вопросы. И это не даром, потому что благодаря Сергею Васильевичу Кивалову здесь сложился особый климат. Тот климат, который подразумевает максимальное внимание к нуждам человека, и особенно к нуждам женщины, матери, главы семейства, той, которая хранит семейный очаг. Сколько много проблем сейчас у всех нас, и, наверное, именно мать сможет своим сердцем согреть осиротевшие сердца, спасти наше общество от раздора, вражды, от непонимания. И то, что здесь, в этих благодатных стенах юридической академии собрались представительницы разных регионов, разных общественных платформ, разных политических взглядов, разных социальных, словебое подпочтение, говорит о том, что есть те места, которые могут нас объединить. Благоприятную для разработки потенциальных законопроектов и эффективных решений атмосферу встречи отметил народный депутат Украины Николай Скорик. Парламентарий подчеркнул, что сегодня крайне необходима реакция на насущные вопросы от женщин нашего региона. По его словам, платформа призвана объединить абсолютно всех женщин, независимо от их социальных или политических ориентиров. Я всегда очень рад бывать в Одесской национальной юридической академии. И то, что Одесская национальная юридическая академия является колыбелью кадров для очень многих сфер общественно-политической, хозяйственной жизни нашей страны, это непреложный факт, это показывает все последние события. За те годы, которые существует национальная платформа «Женщины за мир», оно стало, движение стало очень действенным, общественным движением. И в него входит, скажем, не смешанное фактически с политикой, потому что, да, есть представители разных политических партий, женщины, которые стали на последних местных выборах депутатами местных советов, но они входят в разные партии, их объединяет одно – это желание мира, это вопросы материнства, детства, здравоохранения, образования, социальной защиты – все то, в общем-то, чем исторически занимаются наши женщины, за что они особо переживают. Национальный университет Одесская юридическая академия в очередной раз стал центром обсуждения главных тем нашей страны. По итогам форума национальной платформы «Женщины за мир» все насущные вопросы и проблемы не остались без внимания. И все они будут донесены до парламентариев и Кабмина.